Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок цифровой грамотности. Тема нашего урока передача данных в интернет. Сегодня на уроке вспомним возможности сети интернет, рассмотрим службы сети интернет, а также узнаем, как создать электронную почту. Для начала давайте вспомним, что такое интернет. Выберите из предложенных вариантов верный. Давайте посмотрим. Интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. А теперь давайте вспомним, какие возможности предоставляет использование сети интернет. Давайте посмотрим. Итак, это поиск информации. Для поиска информации мы используем специальные поисковые системы, которые позволяют нам найти нужную информацию по теме нашего запроса. Далее – это обучение. С развитием интернета все больше популярность обретает дистанционное обучение. Давайте посмотрим видеоролик на данную тему. Образовательный проект «Улагаты Урпах» запустили в стране около полугода назад. Видеолекции, разработанные Министерством культуры и спорта Казахстана в соответствии со школьной программой. Безусловным преимуществом сайта «Улагаты Урпах» является его доступность в любое время и в любом месте. Не выходя из дома, школьники могут совершить виртуальные туры по сакральным местам Казахстана. Они могут увидеть лучшие образцы оперного, грамматического, балетного искусства, увидеть лучшие отечественные кинофильмы и мультфильмы. Также насладиться звучанием удивительных музыкальных произведений. Видеоуроки были разработаны для каждого класса отдельно, с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом тенденции подачи контента и в соответствии с учебной программой школы. Например, в третьей четверти мы сейчас включили практические занятия, которые проводят сами дети. Они работают с пластилином, они работают с волоком, они работают с деревом. И это очень получается интересный формат. В этом году проект планируют расширить, а именно ввести три новых направления. Они появятся в разделе «Онлайн-культура». Это видеоуроки по здоровому образу жизни и воспитанию. Кроме этого, в рамках инклюзивного образования к работе подключат сурдопереводчиков. Это у нас изо-студия, творческая арт-лаборатория. Сегодня сделаем декоративное панно методом мокрого валяния. Видеоуроки – это не только лекции, это и практические задания, занятия. Безобразительное искусство – это работа с пластилином, это работа с акварельными красками, с гуашью, это работа с войлоком. Также мы включили спецпроекты – это обучение игре на музыкальных инструментах. Преподаватели вместе с детьми обучают детей за экраном, обучают игре на дамбре и на хобызе. Также мы включили еще один спецпроект – это экологическая культура. Как бережно относиться к бумаге, что такое экологическая культура и другие направления мы также будем в этом году развивать далее. А также интернет – это средство для общения, работы или онлайн-покупки. Для обучения, общения или работы используются специальные сервисы, которые называются службы сети интернет. На данном слайде представлены наиболее популярные и основные службы. Например, телеконференции применяют для организации обсуждения по разным направлениям. Можно организовать встречу с помощью видеоконференции, обучиться на образовательной платформе, обсудить конкретные вопросы по тематике на каких-либо форумах, а также пообщаться в режиме реального времени в соцсетях. Передачу и получение информации можно выполнить с помощью электронной почты. Я думаю, вы обратили внимание, что при использовании данных сервисов происходит постоянный обмен информацией, будь то комментарии, мнения, изображения, учебная или служебная информация. Наиболее распространенной и основной службой для передачи данных в интернет является электронная почта. Давайте поговорим об этом подробнее. Так что же такое электронная почта и когда она появилась? Электронная почта – это технология и служба по обмену электронными сообщениями между пользователями интернета. Электронная почта появилась в 1971 году. Ее изобретателем является американский программист Рэй Томлинсон, который написал программу для обмена сообщениями между разными компьютерами. Данная программа завоевала огромную популярность в сети ARPANET и уже через 4 года появилась первая почтовая рассылка писем с полезной информацией. Наиболее популярной были новости из мира научной фантастики. Но с созданием почтовой рассылки появился и спам. Спам – это массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желание ее получить. Распространители спама называют спамеры. Обращаю ваше внимание, что при появлении спама она содержит не только рекламный характер, но и вирусные программы, которые могут навредить вашему компьютеру. Существуют следующие виды электронной почты. Это бесплатные, платные и корпоративные. Платные – это электронная почта, при создании и обслуживании которой взимается определенная плата, они обладают более широким функционалом и высоким уровнем защиты. Бесплатные создаются и обслуживаются без соответствующей оплаты и доступны для каждого пользователя. Корпоративные почты – это электронная почта, которая создается на сервере организации и в основном применяется для служебных целей. На данном слайде показаны популярные бесплатные почтовые сервисы, например, Яндекс, Мейл.ру или Джимейл. Для создания электронной почты необходимо выбрать один из предложенных и нажать команду «Создать почту». После этого появляется окно, в котором необходимо указать определенные данные, например, имя, дату рождения, указать пол, а также создать адрес электронной почты и пароль. Сегодня на уроке мы с вами подробно рассмотрим, как создать адрес электронной почты. А о создании надежного пароля поговорим на следующем уроке. Адрес электронной почты имеет четкую структуру. Это логин, знак разделителя и домен. Логин придумывает сам пользователь, причем имя должно быть уникальным, то есть не совпадать с именами других пользователей. Можно использовать латинские буквы, цифры или специальные символы, например, точка, тире или знак подчеркивания. Имя логина вводится без пробелов. Следующий – это знак разделителя, который обозначает принадлежность к почтовому серверу. Называется он коммерческой «Эд». В разных странах этот знак называют по-разному. Например, в Америке это кошечка, в странах СНГ – собачка, а в Италии – улитка. Для того, чтобы набрать данный знак с клавиатуры, необходимо перейти на английскую раскладку и набрать сочетание клавиш Shift и 2. Следующая часть – это домен. Обозначает имя почтового интернет-сервера. И если логин придумывает сам пользователь, то домен определяется программой. Зайдя в электронную почту, можно увидеть команду «Написать письмо», нажав на которую, можно создать новое электронное письмо. Также есть в папке «Входящие», куда попадает письмо, написанное вам отправителем. В папке «Отправленный» содержат письма, которые вы отправили другим адресатам. В папке «Спам» содержится реклама нежелательного характера. А также в папке «Корзина» находятся письма, которые вы удалили. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы вспомнили, что такое интернет, узнали его возможности, а также историю его создания. Научились создавать электронную почту. На этом урок окончен. До скорых встреч, дорогие ребята! Субтитры создавал DimaTorzok